Маунт заняли, соперник защищается. Раз, два, отключаем, три, поменяли, вес переместили. Раз, раз. Сейчас возникли какие-то вопросы, еще раз. То есть я закрепился в маунте, я плотно и отсюда что я начинаю атаковать. Пытаюсь зайти на катаготами, поднимаю голову соперника, противоположную рукой за шею подхватываю и за подмышку. Руку в упор, нагружаю соперника плечом, таз у меня должен быть низко, близко к ногам соперника. Для чего? Для того, чтобы ему было сложно смастить и перевернуть меня. Соответственно, я таз бросаю ближе к ногам соперника и подхватываю его свободной рукой под локоть. Начинаю заползать, пытаюсь отключить его руку, перейти на катаготами, но соперник не дает этого, у меня не получается перевести голову, соперник плотно защищается. Тогда с этой стороны я начинаю прихватывать его за ухо, за голову, хватаю прямо за ухо. И у меня получается вот такой медвежий хват, симметричный медвежий хват. Одной рукой я контролирую плечевой пояс, второй рукой я контролирую голову соперника. Тем самым я пытаюсь его обездвижить, выключая за работу его шею и не даю ему мастить, делать какие-то зазоры, разрывать, толкать ногу. То есть отсюда я прихватываю соперника плотненько за ухо и контролирую подмышку. Стою на обоих локтях. Дальше мне нужно поместить вот сюда мое бедро для того, чтобы лишить соперника возможности спрятать атакуемую руку. Если я помещаю сюда бедро, соперник уже руку спрятать не может и она подставлена под атаку. Дальше я разворачиваюсь в эсмау, подхватываю с крестной ручкой предплечье соперника. Контролировать можно накладочкой на ключицу, можно на бедро, кому как нравится. И дальше я советую тот способ, который мне нравится. Я меняю руки для того, чтобы перенести, накрыть голову соперника свободной ногой. Я меняю свои руки на ближнюю к ногам соперника. Руку я опираюсь, перевожу свой вес вперед на эту руку и коленом голенью я отжимаю голову соперника вниз, перешагиваю, натягиваю его голову и уже сажусь назад, контролирую его ноги. Я не должен падать в этот момент на ковер, потому как соперник тоже в темп может меня накрыть. Поэтому я сажусь, контролируя его ноги. И дальше я уже начинаю заниматься разрывом захвата. Допустим, один из тех, которые мы с вами делали, это ножницы. Натягиваю дальнюю ручку, смотрю на ладошку, подхватываю за широчайшую, локоть на локоть, снова ладошка в замок и открываю ножницами. Уже работаю отсюда. Давай еще раз. Закрепились, таз низко, подхватываю голову, противоположной рукой за подмышку нагружаю подбородок соперника. Свободную руку под локоть, начинаю скользом по ковру заползать. Пытаюсь отключить его руку, не могу перевести голову на катаготами, тогда подхватываю соперника прямо за ухо. Перевожу свое бедро в сторону атакуемой руки, примерно в уровень с его головой, для того, чтобы он не мог спрятать руку и начать защищаться. Ухожу в эсмаунт, подхватываю сюда, начинаю менять руки, перевожу вес, гружу соперника вниз, перешагиваю, натягиваю и теперь спокойненько, контролируя его ноги и таз, я сажусь. Дальше начинаю заниматься разрывом захвата, например, ножницы, то что вы уже пробовали. Понятно? Дальше.